Раз, два, три, четыре, пять, вернее не так, пять, четыре, три, два, один, запускаем. Добро пожаловать вас, дорогие участники, на втором запуске ГУРа, группы ускоренного роста. Итак, как меня слышно? Давайте обратную связь. Я поняла, что меня слышно хорошо. Здорово. Вы знаете, такое настроение, сердце бьется у меня, мне кажется, оно сейчас у меня выпрыгнет прямо на стол и будет прыгать на столе. Такое какое-то внутреннее ощущение. Настолько мы готовились к этому моменту. Вы не представляете, что у нас творилось в чате организаторов, насколько мы сегодня заражены вот этой идеей классной. Спасибо вам, что вы нам доверяете, что вы пришли в эту группу ускоренного роста. И я вам сейчас расскажу, чем мы с вами будем заниматься, что вас ожидает. И, конечно же, только от вас и только от вас зависит ваш результат. Ну что ж, готовы? Если готовы, ставьте пятерочки и начинаем. Большая-большая просьба. Как тем, как всем к вам. Мы сейчас с вами в более таком сплоченном коллективе, более в узком кругу. Поэтому давайте, чтобы мы все-таки общались, а у нас будут тренинги непосредственные. Поэтому, значит, большая просьба заходить сюда и писать обязательно номер своей команды, обязательно и имя, и фамилию. Потому что мы очень часто будем вызывать прямо на связь, то есть давать слово кому-то из вас. И очень будет не тактично, если будет только фамилии, и мы без имени будем называть. Договорились? Отлично. Ну что ж, и так. Каковы же цели нашего второго запуска ГУС? Выстроить свою систему рекрутирования. Научиться распределять правильно время и составлять график своего рабочего дня. Научиться мастерски работать с возражениями, надеть бронежилет, а мы на вас его однимем. Получить навыки проведения скайп-встреч. Вы так будете скайп-встречи проводить, что практически все будут к вам регистрироваться. Эффективно использовать в рекрутировании видеоролики. Если вам нравятся эти цели, если вы готовы к этим целям идти, ставьте тогда семерочки, а мы идем дальше. Итак, что же мы вам представляем? Для вас готов на сегодняшний момент общими усилиями сайт с материалами Гура. С возможностью оставлять комментарии, а это очень важно. Я в конце этого занятия расскажу, насколько важно для вас именно оставлять там комментарии после каждого урока. Вы все добавлены в скайп-чат. Если кого-то не успели добавить, не переживайте, все будут в скайп-чате. У Светланы Гюзикеевой номер 7. Итак, скайп-чат под названием ГУР-2. Далее, посмотрите, себе запишите расписание занятий. Занятия Гура будут проходить по понедельникам и четвергам. Простите, здесь написано в 15.30, не в 15.30, в 15.00. Я здесь допустила маленькую ошибочку. Московского времени. Уроки в записи будут. Вход в вебинарную комнату обязательно будет запаролен. То есть вам будет даваться пароль, и вы будете заходить за полчаса до начала вебинара. Договорились? Ой, ребят, ребят, я вам тут написала. Ребят, во вторник и четверг. Представляете, как волновалась? Я уже даже это не замечаю. Запишите себе, пожалуйста, вторник и четверг, 15.00. Вот надо же было здесь только написать. Спасибо, вы очень внимательны. Итак, правила для участников Гура. Каждый участник ГУР обязуется выполнять свое время на задание после каждого урока. В случае невыполнения задания в срок, участник исключается из группы и сможет возобновить свое обучение только со следующим набором. Это очень важно, а задания будут конкретные, а задания будут серьезные каждый день, определенное количество действий. Это, знаете, гонка не для слабонервных, поэтому настройте себя на очень активную, продуктивную работу. Отчеты выполнения задания необходимо обязательно разместить в комментариях и на страницах урока. Если перед началом следующего задания мы не увидим вашего комментария, то есть вы сами проверьте, да, не увидим вашего комментария в уроке, то вы будете недопущены к следующему занятию. Это понятно? Далее, конечно же, нужно быть активным участником чата ГУР. Минимум два раза в день перечитывайте, потому что если вы запустите, вы потом просто по времени не сможете перечитать все, что там, вот здесь обмен опытом, все вопросы и ответы. Задавайте в чат свои вопросы по заданиям, оказывайте помощь и поддержку другим участникам ГУРа. Ну что ж, и вообще я желаю, чтобы вы были креативными и не боялись экспериментировать. Понимаете, это ваш бизнес, а мы вам просто помогаем. Ну что ж, идем дальше. И первая тема, первое занятие направлено как раз-таки на то, чтобы вы выработали свою систему рекрутирования. Так, сейчас я секундочку уберу, сразу тебе. Так и называется. Основы рекрутирования. Вы знаете, наш проект, наш бизнес, он состоит из трех простых действий. Мы с вами сами являемся потребителями продукции компании Арифлейм. Мы с вами обучаемся, потому что только профессионалы могут стать успешными людьми. И основой основ нашего бизнеса является рекрутирование. Итак, что такое рекрутирование? Это приглашение людей в свою структуру. Это построение сети, построение организации. Вы знаете, в нашем бизнесе с вами, на то, что мы вас зовем, в нашем проекте, имеет смысл создать команду в тысячу человек. Где же брать эту тысячу человек? Так вот, наша с вами профессия заключается в том, чтобы наращивать организацию. Успешный бизнес заключается в трех словах. Итак, уважаемые новички, я сейчас прошу старичкам, вернее, тем, кто уже был у нас в Гуре, в запуске номер один, или кто внимательно смотрел видеоролик «Основы рекрутирования» на обучающем сайте, мне подсказывать. Кто еще пока не смотрел ролик, не был в Гуре номер один, напишите, пожалуйста, какие же три слова, какие же эти успешные слова, которые в нашем бизнесе очень важны и которые самые главные. Давайте, пробуйте. Итак, три слова. Три важных слова. В принципе, больше ничего. Если эти три слова присутствуют в вашем бизнесе, значит, бизнес ваш удастся. Так, кто знает, те молчат, посещать, потреблять и приглашать. Молодец, Надюша, приглашать, приглашать и приглашать. А мы с вами говорим на профессиональном языке, мы с вами говорим рекрутировать, рекрутировать и рекрутировать. Еще раз верну вам слайд, еще раз его можете себе запечатлеть. Значит, смысл создать команду в тысячу человек, где брать эту тысячу, это наша с вами профессия. Поэтому нам с вами нужно рекрутировать, рекрутировать и рекрутировать. Итак, как же набирать в свою команду? Где же брать людей? Как делать так, чтобы люди, в конце концов, регистрировались, правда? Так вот, смотрите. Значит, схематично можно изобразить, значит, вот эту нашу систему немножко вот так. Итак, для начала нужно создать поток потенциальных клиентов. Затем нужно поработать с этими клиентами, то есть выдать им информацию. И если эти люди желают, мы их регистрируем, они становятся участниками наших с вами команд. Затем у них уже появляются обязательства, как с их стороны, так и с нашей стороны. Они обязуются выполнять условия проекта, а мы обязуемся их сопровождать до определенного результата, до определенного уровня. Так вот, смотрите, в нашем с вами сегодня уроке важным является создать поток людей в команду. Где взять этот поток? Что это за поток и как его сделать? Смотрите, давайте сначала разберемся, чтобы вы немножко успокоились, чтобы вы немножко, как говорится, не нервничали, когда у вас один-два новичка приходят, регистрируются и ничего не делают. Так вот, смотрите, вот тематично можно, опять же, всех людей, которые приходят в нашу команду и которые регистрируются, разделить вот на таких людей. Итак, первое – это потребители. Вы знаете, их будет большинство, это большая часть ваших структур. Эти люди просто приходят в цель экономии. Понимаете, у них потребность такая – экономить. Поэтому они просто потребители. Есть люди, которые зарегистрируются, но никогда ничего не будут делать. Скроются, может быть, там звоночек на один на ваш ответят, может быть, там еще что-то, от них там будет какой-то всплеск. Так вот, эти люди, я их назвала никакие, это нормально, они должны быть. Понимаете? Если в вашей организации таких людей нет, что-то вы делаете не так. Так вот, эти люди воруют наше время. Поэтому, если вы почувствовали, что это такой человек, успокойтесь, ему место должно быть в вашей команде, мосты не сжигайте, потому что, ну, вот эти никакие, может быть, всяко в жизни произойти. Жизнь провалился, ситуация в жизни поменялась, перемены нужны. Поэтому он очень легко может перебазироваться в потребителе, либо даже в лидеры. Я даже такое допускаю. Поэтому не сжигаем мосты, не бросаем, не ругаемся, не разрываем связи, а просто оставляем их в покое и свое время тратим на других людей. Так вот, посмотрите, лидеры – это те самые люди, это те самые бизнес-партнеры, которых мы с вами ищем, которые нам с вами нужны, потому что эти люди приходят зарабатывать деньги. Это самая большая мотивация. Вы знаете, экономить можно в любой компании, экономить можно на всем и везде. Поэтому на экономии не построишь бизнес, он имеет место быть, но это не бизнес. Так вот, наша с вами задача – найти людей, пригласить их, зарегистрировать желающих, выявить этих лидеров и уже сопровождая и обучая этих лидеров идти к своей заветной цели. Скажите мне, пожалуйста, что лучше – зарегистрировать 100 потребителей или 5 лидеров? Ответьте, пожалуйста. Что лучше – зарегистрировать в команду 100 потребителей или 5 лидеров? Так-так-так-так, пропустила. Кто это у нас там написал 100 потребителей? Ай-яй-яй-яй-яй, не могу уже вернуть. Лариса Чебутина написала 100 потребителей. Ларисочка, зачем же вам нужны потребители? Так, не вернуть уже, не вижу. Так, ну что ж, нет, увидела. Так, Лариса. Так-так-так-так, не увидела, кто первый написал. А теперь давайте считать. Лидер, бизнес-партнер, он что должен делать? Он что должен делать? Конечно же, он будет приглашать. 100 потребителей приходит потреблять. Все. А 5 лидеров будут приглашать точно так же тех же 100 потребителей. Сколько людей окажется в вашей команде? Так что лучше делать, Ларисочка? Конечно же, мы с вами создаем поток людей. Огромный поток людей, из которого в любом случае проявятся обычные потребители. Они нам тоже нужны. Это часть нашего товарооборота, за который нам платят. Но наша с вами основная задача – искать лидеров. И лидер сам себе проявит. Ему не нужно будет ничего объяснять. Его не нужно будет уговаривать. Он не будет вам надоедать. Понимаете, он как-то так сам будет внутренне каким-то образом похожим на вас и будет идти с вами в ногу. Итак, еще один момент. Вы должны понимать, что в любом бизнесе, в любом деле, хоть где, если поток приходит, то часть потока все равно уходит. Вы знаете, вот я такое хорошее сравнение вам привела. Вот в ванно, все вы знаете, что нет, мы сейчас говорили о том, что просто 100 потребителей, не являющихся лидерами. Итак, смотрите, возьмите ванну. У нее есть вывод воды. И есть кран для того, чтобы заливать водичку в ванну. Так вот, смотрите, это как в нашем бизнесе. В нашем бизнесе нету вот этой вот замочки, да, чтобы закрыть выход воды. То есть в бизнесе все равно будет утекание, люди все равно будут уходить. Так вот, смотрите, чтобы наш бизнес с вами все-таки развивался, да, то нам нужно, как говорится, увеличить скорость поступления в наш бизнес людей, чтобы их уходило меньше. И за счет этого, как с водой, да, чтобы было больше воды, тогда она не так быстро будет вытекать, ведь нет, все равно она будет набираться в ванну. Понимаете, да? Пошли дальше. И очень важно, это очень важно. Вы знаете, есть такие ситуации. Пригласили одного-двух, и вот второй, кажется, начал приглашать. И что-то пробует, и что-то интересует. Как мы обрадовались, как мы сели на свое удобное кресло, как мы взяли в руку карандаш и за ухо его положили, и думаем, ну все, бизнес попер. А ну-ка я буду учить его, а ну-ка я буду обучать этого человека, а ну-ка я буду 10 раз блог свой переделывать, а ну-ка я еще что-нибудь придумаю. Увы, если вы не приглашаете, то ваша организация вас дублицирует и тоже не будет приглашать. Только в том случае, что делаете вы, это на каком-то энергетическом, каком-то гентальном уровне будет происходить. Так вот, задача ваша – постоянно рекрутировать. От этого вся ваша организация, все ваши лидеры будут рекрутировать. Итак, смотрите, сегодня мы вам предоставим в задание номер один те методы рекрутирования, которыми работаем мы. Те методы, которые точно дают результаты. Хотя сразу оговорюсь, что любой метод дает результат, если им работать. Но есть у нас какие-то фишки, какие-то наработки, какие-то, может быть, программки для автоматизации работы. Поэтому мы сегодня вам в задании на блоге приготовили перечень методов рекрутирования. Ваша задача будет до следующего занятия изучить подробно каждый метод, изучить особенности, изучить статистику этого метода, увидеть, какие инструменты необходимы для того или иного метода. И нужно будет выбрать, а вот что нужно будет делать, я скажу в конце, когда буду озвучивать домашнее задание. Итак, посмотрите, у каждого метода есть свои особенности. Есть статистика, да, если в одном методе нужно сделать столько-то действий, будет одна регистрация, то в другом методе может количество действий быть совершенно другим. Очень важны инструменты, да. Опять же, смотрите, для разного метода они разные. Для какого-то метода не нужны блок, допустим, да, или какие-то рабочие аккаунты или программы. Для какого-то, наоборот, важный блок регистрационная форма. Вот в тех методах, с которыми вы будете знакомиться, везде прописаны необходимые инструменты. Это тоже учитывайте. Далее. Итак, смотрите, какие же основные методы, которые мы вам предлагаем. Это социальные сети и сообщества, всеми нами знакомые и любимые. И, конечно же, это доски объявлений и доски трудоустройства. И давайте сейчас более подробно разберем, вы можете себе карандаши комплексировать. Итак, посмотрите, я озвучу те, которыми работаем мы, да, и которые, в принципе, представляем вам. Вконтакте, Одноклассники, Фейсбук, Мой Мир, Твиттер, Май Спейс, Друг Вокруг, здесь еще и сообщества, ребят, добавлены, Инстаграм, Мой Круг, Мир Титин, Бион, Ютуб. Напишите, пожалуйста, здесь в чате, кто в какой социальной сети или в сообществе бывал или имеет свой аккаунт, имеет свою страничку, кто работает, может быть, или просто лично общается. Напишите, пожалуйста. Если у вас в разных соцсетях, то пропишите, в каких вы имеете свою страничку. Отлично. То есть, посмотрите, да, какая-то сеть уже вам знакома, в какой-то сети вы уже имеете свою страничку, уже у вас есть какие-то навыки, да, в конце концов, как фотографию загрузить, как, может быть, статус поменять. То есть, уже какая-то сеть вам знакома и комфортна. Вот я, например, знаете, при всем моем уважении ко всем сетям социальным, да, вот контакт мне, он какой-то, знаете, немножко не цветной. Вот я много раз пробовала работать в нем, и страничка у меня своя есть, как бы я там загружаю, там рекрутирую и так далее, но вот что-то чувствуется какой-то некомфорт там, понимаете? А вот одноклассники, оно для меня, вот лично для меня само то, люблю я их, яркие, красивые, все под рукой, все интуитивно, понимаете? И у каждого человека по-разному. Поэтому, когда вы будете выбирать свой метод рекрутирования, обязательно опирайтесь вот именно на комфортность метода, на то, как вы себя в нем чувствуете, и на тот метод, который вам уже, ну, по каким-то моментам знаком. Отлично, спасибо. Я смотрю, что многие из вас не ограничиваются одним методом, это здорово. Идем дальше. Итак, посмотрите, какова же стратегия работы должна быть именно вот в социальных сетях или в сообществах. И в сообществах. Смотрите, конечно же, у вас должны быть рабочие аккаунты. Значит, существует много сервисов покупки готовых страниц. И в последний раз я вам предложила, значит, покупать странички готовые, новенькие, свеженькие, по 7 рублей, очень выгодно. Значит, как это сделать, вы тоже найдете либо в задании ГУРа, либо на своих обучающих сайтах, либо вы можете использовать совершенно разные свои сервисы какие-то, да? Вот, поэтому можете пользоваться нашими рекомендациями, можете создавать что-то свое. Это обязательно должны быть рабочие страницы, не личные. Об этом, я надеюсь, вы все понимаете. Потому что сейчас жесткие линейки. Потому что ни одна социальная сеть не хотела бы, чтобы вы зарабатывали именно в их сети, ну, не делясь с ними, да, как говорится. Поэтому странички жестко банятся, морозятся и так далее. Не очень бы хотелось, чтобы это произошло с вашими личными страницами. Поэтому есть рабочие аккаунты. Конечно же, их нужно правильно оформить. Вы знаете, большой процент успешного рекрутирования, большой процент успешной работы в соцсетях зависит от правильного оформления ваших страниц. Конечно же, смотрите, у нас обязательно все прописано на обучающих сайтах, как это правильно делать. Это должны быть обязательно деловые фотографии. Никоим образом, не какие-то домашние, с выпивкой, с гуляночкой, с полуобнаженными и так далее, и тому подобное. На самом деле очень важно. Я сейчас, когда выбираю для рекрутирования по фотографии, да, потому что я же не вижу человека, то, естественно, мой взгляд падает на фото. И уже по фотографии есть какое-то небольшое представление о человеке, да. Ну, то есть как бы мы ориентируемся на фото. Имейте это в виду при загрузке своих фотографий на свои рабочие аккаунты. Конечно, статусы, заметки, посты, группы. То есть этим всем нужно пользоваться, уметь иметь какие-то шаблоны. Дальше посмотрите, очень важно, это выбор целевой аудитории. Это еще один важный аспект при успешном рекрутировании, потому что вы должны себе давать отчет. Успеха добивается тот, кто может, мало того, правильные действия сделать, но и вообще делать действия, то есть каким-то временем, скажем так, обладать, да, для работы и посвящения именно себя этому проекту. Поэтому скажите себе, ответьте на вопрос, кто у нас находится дома и имеет возможность работать в нашем проекте, находиться в соцсетях, в интернете и так далее. Конечно же, это мамы в декрете, конечно же, это пенсионеры, где-то студенты, да, то есть, конечно же, те аудитории, которым точно нужны деньги, которые вы готовы что-то делать. Молодежь сейчас очень лояльна к интернету, да. Я встречаюсь ситуациями, когда попадаются люди, ну, элементарно нету ящика своего почтового, да. Конечно же, я им даю видео, конечно же, они смотрят, ну, и, конечно же, они учатся, все это им новое интересное, но нет того, той скорости, да, с которой я вижу продвижение своего бизнеса. Вот, поэтому обращайте на это тоже внимание. Первое, что вы делаете, это, конечно же, знакомитесь. Итак, смотрите, у вас есть рабочие аккаунты, вы их правильно оформили, вы выбираете метод работы в нем, да, выбираете целевую аудиторию, прежде чем вообще начинать что-либо делать, нужно познакомиться с человеком, нужно познакомиться с кандидатом. Понимаете, вот это знакомство, оно, какие-то доверительные отношения предполагают, оно более располагает к вам человека, и он готов вообще просто хотя бы в вашу сторону повернуться и хотя бы просто начать с вами разговаривать о чем-либо. Конечно же, вы должны иметь свое индивидуальное бизнес-предложение. Это либо блог, да, и вы знаете, сразу наперед забегу, очень важно, если на вашем блоге будет какая-то ваша личная история. Пусть она еще не связана с успехом в бизнесе Арифоин, да, но вы личность, вы человек, значит, вы уже чем-то интересным. Найдите, создайте эти два-три предложения, какую-то свою фотографию. Даже если мы вам даем какой-то шаблон по созданию бизнес-блога, то все равно найдите место, куда поставить свою вот эту фотографию, разместить и какую-то информацию коротко о себе, может быть, даже страничку создать отдельно. Вы знаете, это располагает. Потому что человек идет не куда-то попало, человек идет за сильной личностью, за интересным человеком. Станьте этим интересным человеком, покажите свою личность на своем блоге, и тогда этот ваш инструмент будет очень хорошо работать. Опять же, смотрите, не рассылайте направо и налево, да, если человек не хочет, если человек не желает на сегодняшний момент слышать какую-либо информацию, я прям очень часто просто вижу, я пишу нет, не нужно, или ничего просто не пишу, мне все равно ссылка на меня забрасывает, вы знаете, это напрягает. Поэтому давайте будем более профессиональны, только если человек заинтересовался, захотел, только в этом случае вы отправляете ему бизнес-предложение. Бизнес-предложение может быть просто в тексте, просто вы его печатаете, можно шаблоном, да, это может быть какой-то видеоролик или ссылка на видеоролик, это может быть ссылка на ваш блог и многое-многое другое. Конечно же, скайп-встреча. Вы знаете, практика показала. Если человек, который заинтересовался, с вами в скайпе поговорил, вы ему рассказали, объяснили, а на занятиях в города вы получите шикарнейшую методику по работе, по скайп-встречам, да. Значит, естественно, и регистрационная форма у вас должна быть. И вот как раз-таки после этой всей успешной работы, то есть вот эта стратегия приводит к тому, что человек, желающий зарегистрироваться, вы его регистрируете. Понятно, да? Дальше пошли. Далее. Сейчас я вам расскажу об одном методе, очень шикарном методе. Вы знаете, этот метод работает вот всяко-разно. Этот метод называется прямой контакт. О нем обязательно у нас на ГУРе заложено и рассказано. То есть вы еще там обязательно познакомитесь с ним. Так вот, смотрите, очень кратко. Самый простой метод, самый наипростейший. Для этого вам нужны будут шаблоны. Да, вот шаблоны здесь представлены. Вы их просто обязательно у себя копируете не в вордовском документе, а именно в документе текстовом, то есть блокнотик создаете. Почему? Когда вы будете копировать и отправлять, текст будет ровненько вставать в сообщениях, а не прерываться. Это очень важно. Антиспаминг. Что такое антиспаминг? Если вы 10-20 раз отошлете одно и то же сообщение, и если люди будут, которые будут нажимать на спам, то ваше сообщение заспанится и даже могут вашу страничку заблокировать. Что такое антиспам? Сначала, когда вы поотправляли свое сообщение, потом возьмите его и измените. Например, в сообщении все буквы О русские поменяйте на английский. Вы меняете клавиатуру и меняете буквы. То есть похожие буквы русские переделывайте на английский. Причем не сразу все переделать, потому что если заспамить, то заспамить как раз-таки вот то, что переделано. Я делаю так. Беру сообщение. Сначала отправляю немного его, потом через некоторое время меняю там, например, А и букву О. Отправляю. Потом через некоторое время меняю, допустим, Р и еще какой-то. Понятно, да? То есть периодически меняйте вот эти буковки, чтобы у вас сообщение ваше не спамил. Итак, смотрите. Например, я беру работу страничку в Одноклассниках, открываю ее. Внизу справа есть кто сейчас на сайте. Открываю. Убираю галочку из мужчин, потому что меня интересуют только женщины в данном случае. Ну, вы выбираете свою целевую аудиторию. Да? Выбираю возраст. Значит, возрастную категорию, где какая мне интересна. И начинаю смотреть на фотографии. Если мне нравятся фотографии, особенно с ребятишками, да? То есть, скорее всего, мамочки, они со своими детьми обычно фотографируются. Я открываю в новой вкладке, ну, это для удобства. И затем начинаю писать фразу. Здравствуйте, у вас есть минутка? Могу задать вопрос? То есть, понимаете, я открываю в новой вкладке, допустим, сразу 10 окошечек. Или, допустим, по одной открываю и начинаю писать вот это сообщение. Не останавливаясь, не ожидая ответа. То есть написала первое, продолжаю писать второе, открываю в третьей вкладке третье, напишу третье такое же сообщение и так далее. Вот это понятно? Дальше. Я смотрю, что через некоторое время кто-то пишет либо нет, либо да. Но обычно в ситуациях пишут да. Я тогда шаблончик второй начинаю им отправлять. Вам интересна тема заработка через интернет? Ну, или можете варьировать. Попробуйте другое, и будете потом видеть, на какое сообщение люди легче реагируют, лучше реагируют. Вам интересна работа на дому без продаж и вложения? И точно так же по тем же, значит, людям, которые ответили да, вы начинаете им посылать вот это второе сообщение. Далее посмотрите. Если вам ответили да на ваше второе сообщение, здесь ровно два варианта. Вы им отсылаете такое сообщение. Посмотрите короткое видео и напишите после, что об этом думаете. И даете ссылочку на видео. Причем смотрите, такая фишка. Помните, я вам говорила, что одноклассники не очень любят, когда по ссылкам уходят за пределы. Вот это видео вы сейчас увидите. Это новая фишка, это новое рекрутинговое видео. Причем вы можете взять, значит, слайды, они уже готовы. Вы можете взять текстовку готовую, да, и вы можете в Камтазе студии своим голосом озвучить такой ролик, да, наложить туда свои контакты, все, что хотите. Если пока вы этого делать не умеете, то вы можете пользоваться пока нашей заготовкой, нашим готовым. Сейчас этот ролик я вам представлю. Так вот, вы должны сначала этот ролик загрузить к тебе в одноклассники. То есть, чтобы он был в видео одноклассах. Понятно, да? И когда вы человеку ссылку на это видео даете, человек, нажимая на ссылку, практически тут же открывается этот ролик без перехода из соцсети. Но это точно так же можно делать и в Контакте, это точно так же можно делать и в Фейсбук, и в других соцсетях. Вот это понятно, да? То есть, прежде вы вообще просто на страничке на рабочей загрузите себе, там статус можно поставить прям себе это видео, оно потом опустится туда и будет у вас в зонеточках находиться. И когда вы человеку будете эту ссылочку отправлять, то он будет открывать без перехода. Это понятно, да? Итак, смотрите. Либо вы отправляете ему ссылочку на ролик, либо вы просите его написать вам почтовый ящик, на который вы вышлете подробную информацию. Очень часто люди пишут. А вы можете мне сюда скинуть? Вот не буду я вам почту давать. В этих случаях я пишу. Вы знаете, я хочу вам дать ссылку на свой блог, но модераторы очень часто блокируют ссылки, а я не хочу рисковать. Поэтому, ну, уже вышлите, пожалуйста. А в двух словах это очень трудно описать. И обычно люди все-таки присылают свою почту. Смотрите. Далее. Конечно же, есть своя статистика. Вы знаете, наверное, из 50 человек, которые посмотрят этот видеоролик, но вы знаете, а я, наверное, вам не скажу, какова статистика. Вот кто будет работать этим методом, вы мне сами скажете, сколько человек, посмотревших ролик, да, из скольких просмотренных роликом, ой, договорилась, из скольких человек, просмотревших этот ролик, дадут согласие на регистрацию. Договорились? Задание такое сразу вам наперед. Итак, значит, если человек, значит, дал вам почту, то вы просто отправляете ссылку на свой блог или тот же ролик, просто по ссылке, понятно, да? Далее, смотрите. Через 2-3 дня можно написать дожималку. Вы знаете, дожималки работают очень хорошо. Шаблонов очень много на обучающих сайтах на всех, и вы, может быть, сами свое какое-то можете учинить. То есть дожималка – это такие, знаете, очень такие слова, бьющие, как говорится, по сердцу, да, которые заставляют человека все-таки обратить внимание на вашу информацию. Итак, смотрите, значит, обязательно этот метод нужно поставить на поток, да? То есть смотрите, если вы сегодня вот с одной странички 10 отправили сообщение, открываете другую рабочую аккаунт и другого рабочего аккаунта 10 отправляете. Ну, знаете, я не могу вам точно сказать, сколько можно отправить. Лимит поменяется каждый день, но вот я пробовала по 10 сообщений, спокойно отсылается с каждого аккаунта. Понятно, да? Ну что, вы готовы посмотреть новый ролик для рекрутирования? Кто готов? Ставьте пятерочки. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Сразу прошу прощения, потому что готовили 2 дня и 2 ночи. Все это было быстро, потому что идея просто разбудила нас. И мы с девчонками и мальчишками очень старались успеть к сегодняшнему гуру, да? Поэтому есть там маленькие какие-то недочеты, мы что-то кое-что обрезали. Но в течение сегодня-завтра-послезавтра мы вам предоставим все инструменты, да, чтобы было все без какой-либо помарочки. Ну что ж, давайте посмотрим. Хотите узнать, как зарабатывать деньги, не выходя из дома? Сейчас много информации, но нет четкой и понятной системы заработка простому человеку. Либо все преподносится сложно и запутанно, либо необходимо делать большие вложения. А в худшем случае можно нарваться и на лохотрон. Как же найти что-то стоящее и не попасться на удочку мошенников? Должен же быть выход. Решение есть. Есть надежный и проверенный способ заработка, который позволит вам реально зарабатывать. Независимо от ваших навыков, возраста и образования, мы научим вас зарабатывать в интернете на регулярной основе. Абсолютно законно и ничем не рискуя. Сегодня в любом бизнесе мало произвести хороший продукт или услугу, важно обеспечить его сбыт. Любая компания-производитель готова платить хорошие деньги и очень хорошие деньги тем, кто сможет создать сеть постоянных потребителей. Наш проект продвижения профессионально занимается созданием больших сетей постоянных потребителей. С экономической точки зрения создание большого товарооборота возможно, если продукт или услуга отвечают пяти простым требованиям. Он должен быть востребован всеми слоями населения, качественным, доступным по цене. Продукция должна быть представлена в большом ассортименте и пользоваться постоянным спросом. В мире существует всего несколько групп товаров, отвечающих всем пяти требованиям. Продукты питания, средства по уходу за собой, бытовая химия и услуги жилищно-коммунального хозяйства. Потому что люди всегда будут где-то жить, всегда будут кушать, мыться, бриться, краситься и следить за чистотой одежды и дома. Это те товары, которыми все люди будут пользоваться всегда, по любому курсу доллара, в любой политической и экономической ситуации, в любое время года. К сожалению, продукты питания по сети не продаются по ряду причин. Рынок услуг ЖКХ монополизирован давно и надолго, но остаются средства личной и бытовой гигиены и косметика. Наш клиент – компания «Арифлэйм Косметикс». Мы все с вами видели каталог «Арифлэйм» и знаем людей, консультантов, работающих с продукцией. Поэтому нет ничего удивительного, что большинство людей считают, будто единственный вид деятельности сотрудничества с «Арифлэйм» – это раздавать каталоги и собирать заказы. На самом деле это дополнительный вид деятельности и малооплачиваемый. Основной вид деятельности бизнес-партнеров – это создание огромного количества покупателей в интернет-магазин «Арифлэйм». И компания, в свою очередь, выплачивает процент, комиссию, созданного таким образом товарооборота. Наша профессия – создание многотысячной сети покупателей. Для покупателей это качественное и доступное по цене мыло, а для организаторов процесса потребления – это мыло и деньги. Потому что люди всегда мылись, моются и будут мыться. И в хорошие времена, и во время кризиса, и зимой, и летом. И если этот процесс нельзя остановить, то почему бы его не возглавить? Почему мы выбрали компанию «Арифлэйм»? За последние годы компания завоевала официальную позицию бренда номер один. В России, Казахстане, Монголии, Украине, Турции, Греции и другие. И это только начало. Имея такую цель, такой продукт и такой маркетинговый план, эта компания сможет развиваться безгранично. Сотрудничая с этим гигантом мировой экономики, с этим лидером мировой косметической индустрии, мы твердо уверены, что наш бизнес будет развиваться, развиваться и развиваться. Что нужно делать? Все просто, как раз, два, три. Подбирать по нашим инструкциям людей в команду, обучаться, делать покупки для себя в своем онлайн-магазине. Выполнение этих несложных действий позволит вам начать получать доход от 30 тысяч рублей в месяц. Интернет-технологии позволяют стремительно увеличивать ваши доходы, продвигаясь по карьерной лестнице. Почему у вас получится? Потому что получилось у тысячи людей, таких же, как вы. Наша система проста и понятна. Не нужны денежные вложения и специальное образование. Нам очень выгодно, чтобы вы начали зарабатывать. Чем больше зарабатываете вы, тем стабильнее наш бизнес. Мы создали простые инструкции, которые позволят легко освоить профессию 21 века. Начни работать на себя. Мы будем сопровождать вас до результата. Обратитесь к человеку, который дал вам ссылку на это видео, чтобы узнать, с чего начать. С уважением к вам, организаторы проекта «Продвижение». Раз, два, три, четыре, пять. Друзья, как меня слышно? Ну что ж, вам понравился ролик? Вижу, что понравился. Вы знаете, конечно же, мы давно уже мечтали. И это далеко не профессиональная работа. Потому что вот сами научились, как говорится, да, сами картинки складываем. Поэтому, если у вас есть возможность, если у вас есть какие-то действительно способности или, может быть, связи, вы можете взять, понимаете, именно это содержание, именно эту текстовку, да, накладывать какие-то свои картинки, все что угодно. Это работает. Давайте опробуем этот ролик. Поэтому, большая просьба, мы его даем уже сегодня в горе, но сегодня, пожалуйста, не торопитесь его скачивать. Мы вам предоставим немножко другой ролик. Консолочку мы здесь обрезали, мы не успели ее доделать. Вот, и тогда уже вы начнете с ним работать. Договорились? Хорошо, мы хотим, чтобы он все-таки был полный, а там немножко у нас чуть-чуть вот не получилось. Все, отлично. Ну что ж, вот понятно с прямым контактом? То есть, теперь вы представляете, да, вот человек сказал «да», человек сказал «да», вы даете ему ссылку на этот ролик, человек посмотрел ролик. А дальше будем с вами изучать и устанавливать ту статистику, которая нам как раз-таки интересна. Ну что ж, поехали дальше. Итак, а теперь речь пойдет о досках объявлений. Вы знаете, это потрясающий метод, потому что доски объявлений и доски трудоустройств – это не что иное, особенно доски трудоустройств. Это не что иное, как конкретная целевая аудитория. Человек идет и отправляет свое резюме, потому что он в поиске, потому что ему не хватает денег, потому что он готов либо подработать, либо работать, понимаете? И если человек действительно увидел ваше предложение, если действительно он нуждается в деньгах, то больше процентов регистрации оттуда. Вы знаете, мне безумно понравился метод, хотя я им не работаю. Им работает сейчас мой муж Евгений по рассылке. У него по 10-12 регистраций в день с этого метода. Этот метод мы тоже вам предоставим. Мы предоставим вам все программы к этому методу, все разъяснения. Но имейте в виду, что ключей, ключей там нет для работы этих программ. За ключами вы будете обращаться персонально, там указано куда, и они вам лично в руки будут выдаваться. И большая просьба никому этих ключей, помимо того, что вы сами работаете, не давать. Договорились? Итак, конечно же, смотрите, способов не несколько. Дело в том, что в любой социальной сети есть группы открытые, закрытые, да, и по трудоустройству, и доски объявлений, и так далее, и тому подобное. И вы знаете, мы очень мало как бы работаем на них, а ведь они тоже работают, потому что это тоже в лентах, это тоже такой вирусный, скажем так, вирусная такая, скажем, реклама. И вы можете точно так же составлять какие-то свои рекламные объявления, делать какие-то, может быть, фотографии в PowerPoint, тот же ролик, да, выставлять. Пожалуйста, работайте. И смотрите, есть такая замечательная доска Авито, она хороша по всем параметрам, я бы даже сказала, что она лучше всех досок, да, но был период, когда наших, как говорится, пруд-пруди на этой доске, да, по трудоустройству. И куда, как говорится, там не тянет взгляд, везде Арифлейн. Но, вы знаете, люди, они же интересные, они сегодня пришли, туда затарились, там побыли и ушли. А доска-то живет своей жизнью, да, поэтому не забрасывайте, все хорошее, хорошо забытое старое. Поэтому вы, опять же, будете знакомы с одним из методов, очень простых, да, значит, как работать на Авито. И я думаю, что если вам бухается доска, да, то, пожалуйста, работайте с удовольствием. Далее, где еще брать доски под трудоустройство? В Гугле, в поисковой строке, в Яндексе. Смотрите, доски трудоустройств. Мама дорогая, не горюй, сколько их, вы просто не представляете. Конечно же, на каких-то досках нужно будет регистрироваться, где-то, может быть, просто по режиме ходить можно, и вы будете их видеть, не заэдиктировавшись. Вам нужно просто поискать подходящую доску и поработать. Это тоже все работает. Идем дальше. Итак, теперь смотрите. Вот я хочу сейчас вам рассказать вот еще раз про e-mail рассылку, про то, что я уже начала вам говорить, про метод, который работает очень хорошо. Это масштабное рекрутирование, там и дожималки тоже работают, но он основан на использовании специальных программ. То есть для этого метода практический блок, наверное, вам не нужен будет, да. Да и по большому счету регистрационная форма, но хотя у вас у всех уже она есть, да. Значит, одна из программ собирает адреса целевой аудитории. Грабит называется. Эта программка тоже есть. Далее. Другая программка обрабатывает e-mail адреса на валидность. То есть те рабочие, нерабочие в сторонку все отгребают и оставляют только рабочие, на которые можно отправлять, да. Затем следующая программка уже рассылает на e-mail адреса ваше бизнес-предложение. Или хотя бы просто не хотели бы вы узнать о работе в интернете, потому что я увидел ваше резюме или там я видел, что вы интересовались работой, да. Далее пойдут отклики. После этого на эти отклики вы уже либо пишите дальше письмо второе, либо там ссылку на блог, либо на скайп-встречу человека приглашайте, либо потом дожималки. Вот, например, вчера Женя отсылал дожималки, то есть он вчера рассылкой не занимался, сегодня просто с дожималок, наверное, уже сколько, Женя? Ну, уже порядка, да, 5-12 регистраций есть. Понятно, да? Так вот, смотрите, я не скажу, что это легкий способ. Вот, причем, знаете, эти же программки можно использовать по-разному. Включайте голову, экспериментируйте. Может быть, вы что-то там такое создадите, да, может быть, что-то такое найдете, что будет еще работать несколько раз лучше. Понятно, да? Так, это то, что касается e-mail рассылки. Вот конкретно за ключами и еще раз за консультациями по этим программам, по этому методу обращаться к Евгению Юдину. Он скайп там свой дал. Дальше. Итак, еще раз проговорим с вами стратегию в рекрутировании. Сначала определитесь, с кем вы хотите работать. И уже в связи с выбором вашей целевой аудитории вы можете каким-то образом свои инструменты подделывать. Да, если это мамочки в декрете, то, наверное, на вашем блоге, может быть, нужно рассказать свою историю, если вы мамочка в декрете. Какие-то фотографии, что-то, какие-то истории, что-то еще, да. Если это студенты, то там, может быть, что-то молодежное должно быть и так далее. То есть вы можете свои инструменты, значит, подделывать под целевую аудиторию. Это очень важно. Дальше. Устанавливается контакт. Обязательно, понимаете, этот контакт нужен. Это правильно. Мы с вами создаем отношения, мы с вами работаем с людьми. И по большому счету, и не нужно уметь уговаривать, нужно просто заиметь опыт общения с людьми, и к вам все придет, понимаете. Люди будут вас слышать. И люди вас будут, люди вас услышат, да. Дальше. Конечно же, обязательно нужно грамотное преподнесение своего бизнес-предложения. Об этом мы с вами поговорим на занятиях ГУРа далее. Обязательно установить обратную связь с кандидатом. То есть если человек вам что-то написал, то есть вышел с вами на связь, тогда начинайте с человеком общаться. Тогда очень аккуратно, ненавязчиво, знаете, чтобы вот именно мы отличались от других проектов, от других лидеров, да, которые вот бывают очень настойчиво. Вы знаете, вот прямо лезут, аж уже прям вот неприятно, уже бы не хотелось с ним общаться. Поэтому давайте немножко вот уметь держать эту дистанцию. Конечно же, у вас должны быть сетки дожималов, призывы, да. Вот я не написала дожималов, а написала призыв, мотивация, они очень хорошо работают. Практически 30% из тех, кому вы отправляете дожималку, повторно регистрируются, а может быть даже и больше. Ну и, конечно же, сама сделка, да. После этого вы совершаете сделку, регистрируете человека, оформляете ему личный кабинет на сайте, а дальше сопровождаете. Это тоже очень важный момент. Итак, принципы рекрутирования. Вы должны быть видимыми. Поэтому я настоятельно рекомендую, когда вы делаете свои рабочие странички, не пишите Сидорова, Иванова, Пупкина, то есть не свою фамилию, пишите свое имя, пишите свою фамилию. Только может быть вардируйте. Наталья Викторовна, Наталья, там Юлина Наталья, там может быть девичью фамилию, понимаете. Потому что в интернете, вот на будущее, если забежать немножко вперед, годиков так два-три, то, понимаете, личный бренд будет иметь все. У нас есть с вами командный бренд, но не забывайте, что даже в командном бренде вы можете иметь свое лицо, да. Поэтому это и ваши хорошие фотографии, это и ваши какие-то мысли правильные, да, мудрые. Поэтому вот вы должны быть видимыми. Если у вас просто есть странички в своих соцсетях личные, вы там тоже выставляете какие-то ролики, какие-то пакеты, какие-то мысли, да. У нас какие-то итоговые мероприятия, там пишите, говорите и так далее и тому подобное. Дальше, никого не уговаривать, это очень важно. Еще раз повторюсь, никого не уговаривать. Поймите, будете уговаривать человека, потом будете уговаривать банк, выдать вам деньги. Очень долго-долго уговаривать. Так вот, и не сжигайте мосты. У людей разные ситуации происходят в жизни, перемены. Жетон в конце концов упал, понимаете. Я вот сейчас вспоминаю еще раз ситуацию со Светочкой Елизаровой. Я на одной из страничек своих рабочих аккаунтов, Камни на Аби, я не помню уже как, может быть, она плюсик поставила у меня на фотостатусе. Я ей предложила, показала блог, она отказалась. Прошел какой-то период времени, она сама лично мне написала, Наташа, а ваше предложение еще в силе, и на сегодняшний день она очень активный лидер в моей структуре, она менеджер, и я ей пророчу великое будущее. Понятно, да, с этим? Дальше пошли. Ну, то есть, это один из примеров. Смотрите, какие могут быть ошибки при рекрутировании. Никто не говорит, что сейчас вы в ГУРе, два месяца, да, спасибо, Свет. Никто не говорит, что вы сейчас в ГУРе, у вас сейчас все с нашим ГУРом как попрет, как поедет. Нет, ГУР – это тоже своего рода инструмент, и им тоже нужно правильно воспользоваться. Так вот, смотрите, если у вас не получается, да, или не будет получаться, значит, нет системы. Что такое система? То есть, есть порядок каких-то действий, понимаете? Причем каждый день. Представляете, например, чемпиона мира по художественному катанию на льду, да? Представляете? Возьмем, кто у нас. Скажите фамилию, он еще в Арифлейн представлял туалетную водичку. Ну, скажите мне, пожалуйста. Плющенко, конечно, спасибо, вылетело из головы. Плющенко, представляете? Вот он сегодня пришел на каток, покатался, укатался бедный весь, знаете, там, научился все делать, ушел с катка. Пришел роза через три месяца, опять встал на лыжи, как говорится, понимаете? Так вот, если нет системы, то не будет получаться. И вряд ли вы сможете дойти до какого-то определенного результата, да, стать чемпионом, стать победителем. Поэтому система должна быть. Дальше, мало действий. Я тут имею в виду, конечно же, количество добавлений в друзья, количество разусланных вами бизнес-предложений. Потому что и даже количество регистраций в ваш проект. Вот у меня уже девять регистраций, а я еще не бриллиантовый директор. Понимаете, да, я, конечно, с фарказом сказала, но чтобы вы немножко понимали. Понимаете, делайте правильные действия, не оглядывайтесь, да, это немножко работа непривычная для вас. Потому что в жизни мы привыкли. Пришел, отработал, получил. Пришел, отработал, очень хорошо получил. Так что потом еще не можем забыть долго-долго. Шутка, да? Так вот, смотрите. Очень важно делать большое количество действий в системе. Не те действия. Вы знаете, целый день сидела за компьютером, устала, вся вспотела, а никто не зарегистрировался. А что вы делали? А может быть, немножко времени посвятили на прокрутку ленты в одноклассниках. Или, может быть, в игру. Ах, игра интересная. Либо в альбомчик зашли и так далее. То есть не те делайте действия, которые приводят к результатам. Дальше. Если вы делаете открытые предложения, кто-то может со мной поспорить. Попробуйте. Если вы за то, чтобы писать всем везде Арифлейм, пишите. Мы, у нас практика хорошая, опыт хороший. Поэтому из того же ролика вы, наверное, увидели, да, что большинство людей знают, как они думают, что такое Арифлейм. И заниматься продажами прямыми и заказами по работе с каталогом они не хотят. Поэтому, конечно же, я рекомендую делать закрытые предложения. То есть вы зовете людей не в Арифлейм, вы зовете их в проект, да. Вы им предлагаете определенную бизнес-идею, а уж с кем мы сотрудничаем, об этом они узнают уже в проекте. Ну и, конечно же, я уже сказала, что есть статистика, и она работает. Верите вы в это или нет, хотите вы или нет. И статистику нужно отрабатывать. Смотрите, норма по рекрутингу в день. Вот все ваши действия, да, помните, у нас же система состоит покупать себе, обучаться и рекрутировать. Так вот, посмотрите, на первом этапе, пока вы новичок, пришли сюда, вообще ни о чем не заморачиваясь, вы 100% рекрутируете. То есть если у вас есть 2 часа в день для работы в проекте, то все 2 часа вы сидите и рекрутируете. Понятно, да? И дайте, пожалуйста, себе еще, если вы совсем новичок, да дайте вы себе, пожалуйста, еще вот этот вот период, период новичка или там стажировки, как еще можно его назвать, да, когда у вас точно не должно получаться. Когда у вас только-только вы изучаете, то есть студенческий период, да, вы должны тебя предупредить, у меня будет студенческий период, период стажировки, в который не нужно ждать никакого результата, в который вы должны только получить вот эти вот азы, да. Чем выше вы идете по карьерной лестнице, тем у вас немножечко время освобождается еще и на другие какие-то ваши действия, да, то есть уже работа с группой, сопровождение и так далее. И тем не менее, даже на 22% я стараюсь все равно рекрутировать по максимуму. Запомните нормальную статистику при работе онлайн. 100 контактов. Смотрите, что такое контакты. Ну, подразумевается, здесь все-таки, наверное, вот именно контакты, это когда вы с человеком не просто ему ссылку бросили, понимаете, когда человек написал «да», и вы ему бросили ссылку, это не контакт, это просто количество отосланных бизнес-предложений, да. Контакты, когда человек все-таки вышел с вами на контакт, ответил, задал вопрос, поговорил, там, отказался, понимаете, то есть когда человек пообщался, узнал и отказался, это тоже есть контакт. Так вот, из 100 контактов, которые узнали про бизнес, коротко, будет две регистрации. Из 100 контактов, которые узнали про бизнес расширенно, то есть побывали на нашей презентации проекта, или, может быть, внимательно изучили, хотя вы тут можете не знать, изучат они или не изучат, да, некоторые так и не открывают ссылки, вы думаете, а, она зашла на мой блог, да, она зашла и тут же вышла, понимаете. Поэтому да, тут все равно отрабатываем, да, так вот из 100 контактов, которые узнали про бизнес-ваширина, вы пообщались с человеком, отработали возражения, 5-6 регистраций. Из 100 контактов по теплому рынку, я всегда говорю, теплый рынок – это более доверительные отношения, это хорошая статистика, и она более лучшая по знакомым, потому что, да, они вас знают, больше доверяют, это где-то 10 регистраций. А теперь смотрите, когда вы делаете 100 регистраций по холодному рынку, да, то есть вот 100 регистраций, 100 человек у вас зарегистрировалось в вашей рекформе, 100, значит, рек, да, это все незнакомые, то у вас будет 2 бизнес-партнера, 2 бизнес-партнера, которые включатся в работу, которые будут приглашать, то есть вот этих бизнес-партнеров мы как раз-таки ищем, помните, я говорила, 100 либо 5, и обязательно из 100 регистраций будет один директор. Это как пить дать. Для того, чтобы моему спонсору найти было директора, Наталью Зюдину, ей пришлось зарегистрировать 100 человек. На каждой 100 регистраций – один директор, на каждой 100 регистраций – один директор. Вот и считайте. Далее смотрите, 10 регистраций по теплому рынку – это один директор. То есть у теплого и у холодного рынка немножко разные статистики. Статистику себе переписали, посмотрели, а это очень важная статистика, вы знаете, я бы сказала, даже супер важная. Вот запомните эти цифры, и это действительно работает. Можете посчитать, проверить. Вот у нас сегодня буквально уже скоро, в 8 часов будет презентация проекта. Сядьте и посчитайте, сколько ваших людей, сколько людей из вашей команды придут на эту презентацию проекта. Если это будет 10-15 человек, то есть ваших партнеров, вы менеджер, доход 10-15 тысяч. Если это 25-30 человек, вы директор, доход ваш около 40 тысяч рублей. Если это 80-100 человек и выше, в итоге лидер доходит от 80 тысяч рублей. Вот эта статистика понятна? Поэтому вот я всегда говорю, вебинары понятны для вас, но имейте в виду, пока вы обучаетесь, зарабатывают ваши спонсоры. Когда ваши люди будут обучаться, вы будете зарабатывать. Об этом не забывайте. Ну что ж, я подошла к концу нашего первого задания. Я бы сейчас хотела скрипнуть вас немножко, спросить, да, ну как настрой? Ребят, как состояние? Можете написать фразы, плюсики я не пойму, что вы хотите выразить, да? Просто что-то напишите, слово какое-то, может быть, смайлик какой-то. Отлично, боевой, супер, супер. Вы знаете, у меня наконец-то чуть-чуть, знаете, все так устаканилось, я немножко успокоилась, хотя практически весь вебинар меня прям, знаете, колотило, выбрасывало из компьютерного рабочего места. Ну что ж, итак, домашнее задание. Я сейчас озвучу его здесь. Может быть, у вас какие-то будут вопросы конкретные. После нашего вебинара, буквально минут через, давайте, 30, а может быть, чуть побольше, чтобы мы успели туда загрузить это видео, да, вам будет дана ссылка на урок номер один. Значит, там вы можете еще раз посмотреть этот ролик, но еще раз большая просьба, вы его не скачивайте. Давайте так, завтра к обеду, завтра к обеду он будет готов. Хорошо, и вы уже сможете его скачивать. Далее, на этом же задании у вас будет строка метода рекрутирования здесь. Здесь вы открываете, и там, значит, уже каждая страничка, каждый метод на отдельную страничку. Ваша задача до четверга изучить, просмотреть все методы рекрутирования, которые мы вам предлагаем. Если вы работаете другим методом, вы его не бросаете. То есть вы продолжаете работать, его нарабатывать, и, может быть, в будущем вы станете обладателем, владельцем этих фишек, которые будете преподносить еще и всем нам. Итак, смотрите, вы их изучаете. И первое, к следующему уроку, изучив все представленные методы, узнать особенности каждого из них, статистику и инструменты для работы данным методом. То есть исходя из ваших пожеланий, из комфортности, из ваших инструментов, вы должны выбрать два метода. Далее, очень важно, вы должны поставить план работы на день по этому методу, исходя из статистики, чтобы результатом действия была одна регистрация ежедневно. То есть берете цитратный лист, пишете план на день. Выбрали вы, например, друг вокруг. В день вы должны сделать столько-то предложений в друзья, столько-то разослать и так далее, и тому подобное. То есть по каждому методу, и по первому методу, и по второму. И все вы это прописываете на одной страничке в течение дня, даже по времени. Во сколько вы сюда заходите, во сколько вы вот это делаете, во сколько вы делаете это. Это очень важно, это самое главное задание. Дальше. Подготовить все необходимые инструменты к вашему методу. То есть вы будете уже знать, какие нужны инструменты. Либо просто, ну, они у вас уже есть, либо что-то, может быть, вы подозмените, измените, что-то под что-то построите, где-то шаблончики какие-то возьмете, да. Дальше. Вот этот рекрутирующий ролик завтра вы скачаете и зальете к себе на свой канал YouTube. Как создать свой канал YouTube, все здесь есть. Понятно, да, то есть вся информация, все обучающие ролики есть. Вы его себе скачиваете, потом по желанию вы можете добавить свои, значит, какие-то данные, там, фамилию, имя, скайп, чтобы люди с вами связывались прямо в ролик, да. Мы не даем инструкцию, как это делать, просто в YouTube, YouTube вам в помощь, пожалуйста, ищите, как наложить картинку, как наложить свои контакты, там, как выноску сделать и так далее, и тому подобное. Это будет творческая работа, можете делать, можете не делать. Но ролик на канал YouTube залезет. Дальше. Быть готовым на уроке номер 2, то есть в четверг, рассказать свой план работы выбранными методами в деталях. Посмотрите, как это будет происходить. Начинается урок. И этот урок будете проводить вы сами. Я методом тыка, простите за выражение, или кто-то еще, нет, простите, будет Олесе широких вести, она, ну, я не знаю, как она будет выбирать, либо карандашиком, либо там монетку бросать, орел-решка, да. Например, скажут, итак, скатова Елена, подключайтесь. Она дает вам право, скатова Елена подключается и прочитывает, рассказывает, как она будет работать методом. То есть прям план, сколько действий. И далее, значит, скажет, какие инструменты у него для этого готово. Понятно, да? Должен быть готов каждый. Если у вас не будет на уроке ГУРа, то такой план, такой план, вам придется, да, трудно сидеть и писать в комментариях. То есть если вас на ГУРе не будет, то есть можно, может, как говорится, пролететь, да, то есть вас не спросят, вы не прочитаете, но в комментариях тогда вам не придется его писать. Если у вас на ГУРе нету, то тогда вам в комментариях полностью прописывайте весь свой план. И если вы в комментариях не отпишите задание, выполненное до следующего ГУРа, то мы вас исключаем из дальнейших уроков. Это очень важно. Это жестко, это правильно, но только эта стратегия, только эта динамика позволит вам действительно получить результат и достигнуть заявленных нами целей. Задание понятно? Поставьте, пожалуйста, плюсики, кому понятно. Если не понятно, то можете задать здесь вопрос. То можете задать здесь вопрос. Время вопросов. Писать в комментариях тем, кого не спросили на ГУРе? Нет. В комментариях там все равно нужно будет прописаться, потому что вы должны будете там ссылочку на свой канал YouTube ролика сделать, написать, какими два метода вы будете работать, какие вы выбрали, да. Да. Вот. Статистику свою и методы работы в день прописать. Обязательно изучить все методы, которые мы предлагаем. Обязательно вы должны просмотреть все методы, которые мы предлагаем. И если все методы, которые мы вам предложили, вы изучили, да, пожалуйста, выбирайте свой и работайте. Метода нужно будет выбрать два. Обязательно два. Так, про ролик не поняла на YouTube будет задание в письменной форме. Нет. Ролик блога ГУРа задания вы должны будете скачать себе на компьютер, затем создать свой YouTube канал и на свой YouTube канал закачать этот ролик. Нет. Не два дополнительных к своим. Вы будете работать только двумя методами. Если вы изучите наши методы, предоставленные нами, и они вам не подходят, у вас есть свои два, и вы считаете, что они действительно работают, и у вас есть хорошая статистика, и у вас хотя бы была одна-две регистрации, вы просто продолжаете работать с своими методами и, соответственно, о них и говорите. Все методы смотреть по ссылке, которую мы дадим после этого вебинара. Индивидуальное сопровождение. Есть чат ГУР. Если в чате ГУР вы пишете, с чем-то не справляетесь, и наоборот активно рассказываете, что у вас получается, вам позвонят ваш индивидуальный менеджер, ваш индивидуальный директор, и будут вести работу индивидуально. Естественно, вот смотрите, до четверга, потому что сегодня вторник, мы вам даем вторник и среду на изучение, а потом, посмотрите, с четверга по следующий вторник будет много дней, и как раз-таки вы по своему рабочему плану будете работать, начиная с четверга, этими методами, с этими инструментами, отрабатывая статистику по своему рабочему плану, и у вас должна быть одна-две регистрации в день. Все вопросы в тонкостях будем обсуждать в чате. Конечно, вот этот видеоролик, он одинаковый. Единственное, чем они могут отличаться, это вы в конце можете накладывать какую-то картинку со своей фотографией, чтобы люди видели, что это к вам нужно идти. То есть это будет на вашем канале YouTube. Либо в течение ролика внизу можно выноску делать на ссылку на ваш блог, или прям ваша фамилия и имя. Понимаете? Этот ролик одинаковый, и именно вы будете отправлять его своим людям, и они будут регистрироваться у вас с этого ролика. Мы предложили вам метод. Вы можете не использовать этот ролик вообще. Статистику записывать только за один день. Статистика должна быть отработана в день. В чат ГУР подключу вас я попозже, потому что Ольги Лескиной не было, вашего контакта у меня не было, поэтому постучитесь ко мне в скайп, я добавлю вас в чат ГУР. Ребят, ну все, а то я какая-то строгая, прям чувствую училка, учителька во мне. Да, все, давайте так, все вопросы теперь в чат ГУР, он у вас есть. По результатам, конечно же, отписываться. Пишите все, делайте все, что хотите, понимаете? Вот наша задача, чтобы все, кто здесь присутствует, уже через два каталога открыли 22%. Продолжение следует...